Слава Богу, братья и сестры! Бог дал нам прекрасный день сегодня, и мы сегодня в Доме Божьем. Сегодня мы имеем это прекрасное время, возможность быть в Доме Божьем, рассуждать о Божьем Слове, молиться и прославлять Ее имя. И за это слава Богу! Сегодня в начале перед нашим служением я хотел бы немножко обратить наше время, наше внимание на Слово Божье, и мы будем призывать имя Господне, благословлять Его имя. И я хотел напомнить несколько мест Священного Писания. Перед этим одно из них – это 33-й Псалом, Псалом Давида. Здесь он выражает такие слова со второго стишка. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышать кроткие и возвеселяться». Знаете, многие люди в этом мире фалятся чем-то другим, своими достижениями, своими, может быть, положениями в мире или еще чем-то. Люди фалятся. А Давид говорит, что я буду хвалиться Господом. Буду хвалиться Господом. И что он говорит, что услышат кроткие люди и возвеселятся. Услышат кроткие и возвеселятся. «Величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих и избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Этот нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». И дальше он говорит, «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Божий ангел, Он охраняет тех, которые боятся Бога». Знаете, бывают разные случаи в жизни людей. И мы много, я думаю, и вы многие слышали такие свидетельства, что бывали такие трудные ситуации, трудные в жизни моменты, где безвыходное положение приходит, и как-то обстановка происходит такая, что мы видим помощь, откуда и сами не знаем. И здесь говорится, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который упывает на Него». Блажен человек, который упывает, то есть надеется на Господа, который доверяет Ему свою жизнь, который доверяется Ему все свои пути, он доверяет Богу. Знаете, мы видим ситуацию даже вот в Китае, люди болеют, и они не видят выхода, говорят, вроде бы медицина такая сильная, и ничего не могут сделать. Знаете, но Бог, Он силен. Он силен, чтобы помочь во всех обстоятельствах. И очень важно, чтобы нам приближаться к Богу, искать Господа, быть с Ним в общении, не искать Бога тогда, когда нам трудно, когда у нас беда. Знаете, есть такая пословица, в России были, когда, я точно не помню выражение, когда беда, тогда и до Бога, люди обращаются. Бывает такое. Когда тревога, тогда и до Бога. Да, это правильно. Молодцы. Когда тревога, тогда и до Бога. Бывает такое? Очень часто. Когда у нас тревога, когда у нас проблема, тогда и Бога вспоминаем. Знаете, я помню, некоторые даже военные были обстоятельства. Я слышал, один рассказывал, он был в Афганистане, и там молодой человек пошел туда, его призвали. Он не осознавал, куда он идет. Но когда он понял, куда он пришел, когда рядом его товарищи падают. И он помолился такой молитвой, Господи говорит, если ты меня здесь сохранишь, я вернусь, я буду служить тебе всю жизнь. И вы знаете, Бог всегда отвечает на такие молитвы. Бог помог ему. Бог ответил. И он столько рассказывал, говорит, их колонна машин едет, обычно они не останавливаются на ночь в таких местах, где нету охраны. И вот они решили там остановиться. Остановились, переночевали. А на следующий день он узнает, что на том месте, где они должны были останавливаться, эти их враги обстреляли и побили, и очень многие люди погибли. И он говорит, Бог действительно, заботясь о мне, он положил начальству именно сделать такой шаг, который никогда не делали, остановились и избежали смерти. Это есть то, что Бог отвечает тем людям, которые ищут, которые приближаются, которые с ним имеют особые отношения. Некогда Ассав говорил такое слово в 72-м псалме, два последних стишка, 27-28, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Люди, которые удаляют себя от Бога, они гибнут. «Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу, ибо на Господа Бога возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Он говорит, что люди, которые удаляют себя от тебя, они гибнут, они гибнут, «Но мне благо приближаться к Богу». Мне благо, то есть добро, для меня это великое благо, приближаться к Богу, искать общение с Ним, приближаться к Нему. Братья и сестры, что же значит приблизиться к Нему? Мы сегодня пришли, чтобы приблизиться к Богу, чтобы иметь с Ним общение. Знаете, когда народ израильский когда-то он находился в пустыне, и Моисей был в общении и в разговоре с Богом, и Бог говорит, «Я хочу приблизиться к этому народу, я хочу зачитать это место». Это 19 глава исход, вот 9 стишка, «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова этого народу. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подножию горы. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Здесь Бог хотел приблизиться к народу, то есть чтобы народ видел славу Божию и для того, чтобы приблизиться к Богу, для Бога не было безразличным в каком состоянии народ будет предстоять перед Богом. Он сказал, ты приготовь народ, приготовь, чтобы они приближаясь ко мне не погибли. Говорит, для этого пускай вымоют одежды свои. Для нас это сегодня на наше время вымыть одежды и приготовиться это проверить себя, проверить свое сердце, проверить свои пути, проверить наше состояние сердца. Чтобы нам приблизиться к Богу, нам нужно поменять свои одежды, то есть наше отношение к Богу. Если у нас есть какие-то грехи, если есть что-то, что мы понимаем, что нам нужно от Него освободиться, чтобы приблизиться к Богу, нам нужно это исправить. Нам нужно это исправить. Приближаясь к Богу, мы должны поменять, образно говоря, свои одежды, вымыть их, очистить, приготовить, чтобы сердца наши, они были чисты. Бог не может присутствовать в этом положении, быть близко к народу, если сердце их не не готово, нечисто. Когда мы читаем Иакова, да, послание Иакова, и здесь он говорит такие слова, итак, покоритесь Богу, это 4 глава 7 стих, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас, и дальше, приблизьтесь Богу, и приблизиться к вам. для того, чтобы нам приблизиться к Богу, чтобы нам быть с Ним в общении близком, нам нужно что-то сделать, чтобы к Богу приблизиться, нам нужно что-то делать в нашей жизни, чтобы нам приблизиться к Богу, а именно, Иаков здесь говорит, приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам. Если мы смотрим на разделительные знаки, Здесь точки нету, здесь точка запятая стоит. Это значит, что следуют определенные условия приближения к Богу, да? И здесь он говорит, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, это приближение к Богу. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, люди, которые, если мы хотим и Богу вроде бы служить, и не хотим полностью оставить этот мир. Здесь говорится, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш, да обратиться в плач и радость, печаль, смиритесь пред Господом, и вознесет вас. И сейчас только точка стоит. Вот это и все пути приближения к Богу. Если мы желаем действительно с Богом иметь общение, чтобы Бог помогал нам, отвечал нам, как Ассав говорит, а мне благо приближаться к Богу, мне есть благо приближаться к Богу. И мы можем быть в разном состоянии, это зависит от нас. Или же мы можем только называться верующими, да, как в Америке очень многие считают себя христианами. Спроси, большинство людей, говорят, I'm Christian, я христианин, да. Но очень важно, чтобы иметь личные отношения с Богом, иметь близкие отношения с Богом, чтобы Бог был в нашей жизни. Говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. И что-то нужно делать. Да благословит Бог каждого из нас еще одно место напомню, и мы будем молиться Господу, будем призывать Его имя. И в это время, когда мы будем молиться Богу, давайте мы проверим себя, проверим сердца и наши отношения с Богом, на каком мы с Ним расстоянии. Близко ли мы сегодня с Ним? Или, может быть, нам нужно приблизиться к Богу? Хотел напомнить именно это место Луки, 15 глава, где говорится о блудном сыне, да. Мы знаем, что Он жил в определенное время Своим Отцом. Это пример, это притча, да. Иисус Христос говорил о блудном сыне. Было два сына в Отца, и один из них говорит, Отец, дай мне мое имение, мое наследие, то, что мне принадлежит еще при жизни Отца. Он говорит, дай мне мое наследие, я хочу им пользоваться. И написано, Отец не противился. Он разделил им наследие, отдал ему его часть, и он пошел, и это все прогулял, пропил, проблудил. Написано прямо это. Он прожил жизнь свою, как он хотел. И вот он дошел до такого состояния, что уже находился со свиньями, пас свиней, и говорит, готов был кушать ту пищу, которую свиньи едят, но ему не разрешали. И тогда он пришел в себя, тогда он подумал, говорит, у Отца моего слуги лучше живут, чем я живу. Я здесь умираю от голода, а у Отца моего слуги едят хлеб, и, говорит, едят с избытком, даже, может быть, и его выбрасывают. Говорит, что я сделаю? Пойду к моему Отцу, возвращусь. Говорит, и скажу ему, что я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число вот этих слуг, работников твоих. И, говорит, он встал и пошел к Отцу. Он решил приблизиться к Отцу своему. Он решил наладить свое отношение с Отцом. И он пошел к Отцу. И здесь говорится, 20 стишок, встал и пошел к Отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, и поцеловал его. Братья и сестры, как отец мог увидеть его, когда он еще далеко? Это говорит о том, что он всегда его ждал. Он всегда выглядывал, отец. Хотя сын, он был недостоин. Он растратил все. Он ушел. Другими словами сказал, он предал своего Отца. Он избрал что-то другое. И когда он пришел в это же состояние, говорит, я пойду к Отцу. И он пошел. Написано, встал, сделал решение, встал и пошел к своему Отцу. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. И он не договорил еще. Он только сказал, недостоин называться сыном. Он хотел сказать, прими меня в число твоих наемников. Написано 22 стих. А отец сказал ему, рабам своим, принесите лучшую одежду. И здесь то же самое слово. В тех лохмотьях, в которых он был, отец не хотел его видеть. Он говорит, поменяйте ему одежду. Поменяйте одежду ему. Принесите лучшую одежду. Какая лучшая одежда? Для нас. Это одежда, праведность, которую мы получаем через Иисуса Христа. Каждый из нас, без Иисуса Христа, он находится в этих лохмотьях греха. И наша праведность, написано она, как запачканная одежда. Мы иногда говорим, что мы праведные, ничего плохого не делаем. Но без Иисуса Христа наша праведность, как эта запачканная одежда, как лохмотья. И отец говорит, в первую очередь, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его, дайте ему этот перстень, это знак сыновства, знак усыновления. В христианстве это Дух Святой, который запечатлевает нас. Дайте ему перстень на руку его и обувь на ноги его. Проведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся, и стали веселиться. Слава нашему Господу! Братья и сестры, какой добрый наш отец! Он любящий Бог, любящий отец, он не смотрит на состояние, на то, что этот его сын, блудный, ушел, растратил все, что он имел от отца, и отец не погнушался им. Он говорит, дайте лучшую одежду, дайте перстень ему на руку, приходите, мы будем радоваться, веселиться. Написано на небе, ангелы радуются больше об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии. Да благословит Бог сегодня каждому из нас. Братья и сестры, я сегодня хочу сказать каждому из нас и себе, чтобы нам постараться приблизиться к Богу. Написано, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Ассав говорит, мне благо приближаться к Богу. Почему? Что удаляющие себя от тебя, что гибнут люди, которые удаляют себя от Бога разными поступками, разными поведениями, разными решениями в своей жизни люди удаляют себя от Бога. И что? Они гибнут. Они гибнут. А мне благо приближаться к Господу. Братья и сестры, давайте мы будем приближаться к Господу, искать близости с Ним, искать с Ним общение. Это благо для каждого из нас. Поэтому я призываю, давайте мы все встанем на наши ноги, порассуждаем о своем состоянии и скажем Господу наше желание.